Всем привет! Меня зовут Роман Селихудинов. Сегодня в Solidworks мы с вами создадим деталь с конкурса Model Mania 2021. Опять же, в самом начале я вам покажу чертеж. Моя к вам рекомендация будет попробовать создать данную модель самостоятельно, но после сравнить свой ход построения с моим. Ну а тем, кто будет создавать данную деталь со мной, вначале я покажу не самый эффективный способ создания данной детали, который возможно у большинства, придет в голову большинству такой способ, когда посмотреть на чертеж. Вот, рассмотрим не самый эффективный способ и создадим самым эффективным способом данную деталь. Будем использовать по минимуму команд. Желаю вам приятного просмотра. Деталь сейчас на вашем экране, деталь очень интересная, так она выглядит. Я сейчас вам покажу чертеж и опять же у меня к вам рекомендация, попробуйте создать данную деталь самостоятельно, но после сравнить свой ход построения с моим. Здесь все размеры есть, поэтому проблем у вас не будет. Я сейчас покажу вам вариант, не самый эффективный, который возможно у большинства возникнет, а после покажу вариант самый рациональный создания данной детали, которую мы с вами будем делать. Итак, вот это не самый эффективный вариант, выдавить основание, затем создать отверстие, создать массив отверстий диаметром 14, создать оболочку толщиной 5 миллиметров, затем вытянуть этот цилиндр, далее вытянуть вот эту проушину, сделать вырез здесь вот, то есть отверстие создать, создать скругление, вот этот центральный вырез сделать и опять же создать два отверстия. Это не самый эффективный способ. Ну и сейчас покажу способ, который мы с вами воспользуемся. Вот посмотрите, в первом эскизе по максимуму мы всю геометрию задаем, то есть сразу выдавливаем и у нас 4 отверстия диаметром 14 и центральное отверстие диаметром 50 уже будет готово. Затем применим команду оболочка толщиной 5 миллиметров, затем вытянем вот эту часть, далее вытянем проушину, здесь немножко нужно будет доработать, вот эту грань удалим, далее выполним скругление, разрежем, сделаем вырез центральный вот этот толщиной 3 миллиметра и создадим два отверстия. Обратите внимание, здесь где проушина, здесь у нас отверстие М8, а здесь отверстие с циковкой под болт. Вот такой ход построения. Не забывайте заходить на мой блог по адресу saproblog.ru. Сюда я также выкладываю видео уроки, но и также здесь есть раздел продукты, где вы сможете выбрать для себя нужный курс. Ссылка будет в описании. Начнем в меню, кликнем создать, создадим новый документ деталь, эскиз будем создавать на плоскости сверху, кликнем по плоскости сверху, выберем эскиз, запускаем команду окружность и создадим 2 окружности, создадим из точки начала координат, я сразу буду размеры задавать, диаметр 50 и диаметр 60. Далее запустим команду линии с точки начала координат, ведем произвольно под углом, завершаем команду, кликнем по ней и выберем вспомогательную геометрию. Далее запустим команду окружность и здесь создадим окружность диаметром 14, как раз у нас отверстие диаметром 14, и здесь диаметром 24, то есть у нас там радиус 12, соответственно здесь 24. Запустим команду авторазмер, кликнем по этой вспомогательной линии, ведем вверх 40, ну и также кликнем, ведем влево 40. Так, далее создадим дугу, запустите команду дуга через три точки, начальная точка будет на окружности, далее конечная примерно здесь и точка на дуге также произвольно создайте. Завершили команду клавиши Escape. Дуга выделена, я нажимаю Ctrl, нажимаю по окружности и выбираю касательность, чтобы по касательности соединялись эти два объекта. Далее рамкой выделяем вот эти объекты, то есть две окружности и дуга, и запускаем команду круговой массив эскиза, здесь центр определился верно, угол 360 градусов, равный шаг, количество 4, нажимаем ОК. И сейчас нам нужно за эту точку, дугу, посмотрите, я одну вращаю, остальная также перемещается вернее, и сейчас совместимую с окружностью, вот я совместил, далее рамочкой выделяем и здесь выбираем касательность, то есть чтобы дуга по касательной соединялась с окружностью. Запустим команду авторазмер и укажем радиус дуги 75. Все, наш эскиз полностью определен, в принципе эскиз готов. Сейчас зайдем на панель элементы, запустим команду вытянута бабышка, укажем сейчас контуры, этот, этот, далее вот этот контур, этот контур, вот этот контур, далее и этот контур. То есть вот, посмотрите, вот это все будем выдавливать. Можно здесь писать размеры 20, можно подтащить за стрелку 20, нажимаем ОК, правой клавишей мыши, и вот мы с вами первый элемент создали. Повернем нашу деталь, запустим команду оболочка, укажем грань, которая будет удалена, здесь мы толщину 5 зададим, и можно поставить галочку отобразить предварительный просмотр, чтобы вы убедились, что все отлично, нажимаем ОК, и вот мы с вами оболочку создали. Далее мы с вами опять же первым эскизом воспользуемся, кликнем по нему, запустим команду вытянута бабышка, и нам нужно с вами вот этот, выбрать контур, вот он. И опять же можно размер задать, либо за стрелочку потянуть вверх, нам 60 размер нужен, вот так вот 60, я нажимаю, отпускаю, нажимаю правую клавишу мыши ОК, и посмотрите, как мы с вами воспользовались первым эскизом, то есть мы там геометрию по максимуму создали, и я вытянул вот эту центральную часть, практически у нас деталь готова. Далее создадим проушину на плоскости спереди, кликнем по плоскости спереди, выберем эскиз, запустим команду линия, и начнем из этой точки, кликнули, ведем под углом, вот так вот вниз, далее идет создание линий, возвращаемся в исходную точку, чтобы было создание дуги, завершили, далее опять же создаем линию, вот до пересечения, и замыкаем. Запускаем команду авторазмер, укажем радиус, здесь радиус 12, ну и угол укажем первый отрезок, второй отрезок, здесь угол 30 градусов. Далее, давайте укажем размер от этой точки до центра дуги, вот по дуге я кликнул, этот размер 36, ну и сейчас опять же кликнем по точке, по дуге, и укажем вот этот размер, здесь 42 миллиметра. Так, ну и сейчас нам нужно с вами создать взаимосвязь, правой клавишей кликнем по этой линии, здесь выбрать среднюю точку, удерживаем Ctrl, нажимаем по точке, вот центр дуги, вот я выбрал, и здесь выбираем горизонтальность. И сейчас нам нужно с вами вот эту вот вершинку привязать, давайте сделаем здесь отображение, каркасное представление, и вот эту вот вершинку подтащим вот до, с этой линией, пересечение привязка сработало, отпускаем, все, вот посмотрите, здесь привязка пересечения, наш эскиз полностью определен, можно опять же отображение сделать, закрасить с кромками, и сейчас можно уже вытягивать. Сейчас вам еще один способ вытягивания покажу, завершим создание эскиза, вот он наш эскиз, здесь, если сюда кликнуть, вот появится стрелка, и если за ней, за нее потащить, нажать левую клавишу мыши и тащить, вот видите, влево-вправо, то идет вытягивание. Если нажать на клавиатуре M, то есть это middle, то есть середина, то можно вот так вот вытягивать, видите, в две стороны. Нам нужен размер 36, здесь на шкале его выбираем, вот 36, отпускаем, и посмотрите, я создал элемент, вытянул 36 миллиметров у меня. Если у вас стрелочка эта не появляется, если у вас слишком ранняя версия, то выдавите обычным способом. Я сейчас вытянул, и здесь вот видите грань, грань получилась, ее нужно удалить, избавиться от нее. Перейдем на панель поверхности, здесь есть команда удалить грань. Давайте таким образом я поверну, кликнем по этой грани, и здесь вот выберем все капланарные, то есть еще одна грань есть, вот она там слева, она выделилась, выбираем. Здесь, смотрите, стоит параметры удалить и применить заплатку. То есть вот эти вот две грани я выбрал сейчас, слева, справа. Их я буду удалять, и заплатка будет применена. Давайте я нажимаю ОК и посмотрим, вот так это все выглядит. Отлично. Сейчас мы с вами выполним скругление радиусом 3 миллиметра. Все, что нужно скруглить, здесь указано красным. Запустим команду скругления. Здесь тип скругления, скругление с постоянным радиусом, здесь 3 миллиметра указываем. Кликнем по этой грани. Вот, посмотрите, по линиям перехода все ребра будут скруглены. Укажем также вот это ребро, далее вот это ребро. Повернем нашу деталь, кликнем вот по этой грани. И далее нам нужно скруглить с вами вот эти вот вертикальные ребра, которые вот слева, справа. Нажмем по одному и здесь выберем соединен с исходной петлей еще 7 кромок. Выбираем, вот посмотрите, на предварительном просмотре все это видно. Нажимаем ОК и вот мы с вами скругление выполнили. Ну и сейчас изменим цвет скругления. Правой клавишей кликнем, выберем внешние виды здесь, скругление. Далее здесь вот цвет кликнем по цвету, выберем красный, нажимаем ОК и здесь ОК. И посмотрите, все скругления сейчас красным цветом у нас выделены. Создадим центральный вырез толщиной 3 мм, кликнем по этой грани, создадим эскиз. Запустим команду линия, из точки начала координат горизонтально ведем до пересечения вот с этим ребром. Все, линию я создал. Далее перейдем на панель элементы, запустим команду вытянутый вырез. Вот что получается. Здесь, что мы с вами сделаем, давайте мы с вами галочку поставим, тонкостенный элемент. Направление 2 нас не интересует, уберем. Здесь толщина 3 мм. 3 мм. Ну и здесь мы выберем среднюю плоскость. Посмотрим на наш. На предварительном просмотре видно, да, что как это все будет выглядеть. Все нас устраивает. Нажимаем ОК. И вот мы с вами создали вырез толщиной 3 мм. Сейчас мы с вами создадим отверстие. Для начала создадим вот на этой вот грани, кликнем по этой грани. Запустите команду отверстие под крепеж. Здесь тип отверстия циковка. Далее стандарт выберите анси, метрик. Все как по чертежу. Далее тип. Выберите вот винт с головкой, с внутренним шестигранником. Размер М8. И сейчас давайте я нажму отобразить настраиваемые размеры. Вот у вас такие же размеры должны быть. Диаметр отверстия 9. Далее диаметр циковки 15. Ну и глубина циковки 8. Вот эти размеры у вас должны быть. Далее перейдем на вкладку расположения. Сейчас нам нужно указать положение отверстия. Поднесем курсор к дуге. Центр дуги отобразился. Кликнем здесь и нажимаем ОК. То есть мы в центре дуги создали отверстие с циковкой. Вот оно. Наше отверстие с циковкой. Ну а здесь, вот на этой грани, мы с вами создадим отверстие резьбовое М8. Опять же, кликнем по этой грани. Запустим команду отверстие под крепеж. Тип отверстия уже выбираем метчик. Стандарт антиметрик. Размер М8. Шаг 1. Значит, здесь граничные условия для следующего. Переходим на расположение. Опять же, укажем по дуге. Центр отобразился. Кликнем. Нажимаем ОК. И посмотрим. Вот наше резьбовое отверстие М8. Все отверстие мы с вами сделали. В принципе, осталось выбрать материал. В дереве конструирование. Правой клавишей кликнем. Редактировать материал. Выберем здесь лидированную сталь. Нажимаем применить и закрыть. Ну и сейчас можно еще скрыть все вспомогательные объекты. Вот наша с вами деталь. Деталь готова. Деталь очень интересная. Ну и сейчас, если кто-то сам делал по чертежу, я сейчас покажу вам вес. Сейчас перейду на вкладку анализировать. Массовые характеристики и масса моя 0,97 кг. Если вы сами делали и у вас такая же масса, то значит деталь вы сделали правильно. Надеюсь, деталь у вас также получилась. Если ролик вам понравился, не забудьте поставить палец вверх. Ну и ниже в комментариях напишите пожелания по будущим урокам. На этом у меня все. До встречи в следующем видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok